В эфире программа День города, в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Остров невезения в Рязани есть. С чем сталкиваются рязанцы, которые живут рядом с Кремлем? Полицейские пресекли в Рязани деятельность, точки по продаже легких наркотиков. И на Первомайском проспекте появился первый в городе умный пешеходный переход. Жить рядом с Кремлем – привилегия не для многих, и особенно в столице. Но Рязань не Москва. И об этом, как никто другой, знают жители острова. Района города в самом центре в непосредственной близости от Рязанского Кремля. Жить в самом центре древнего города, на изолированном уголке природы, да еще и с видом на древний Кремль, с крыльца собственного дома, с цветником и садом – это ли не мечта? Однако реальная жизнь на острове далека от сказки. Если на минутку представить, что вы туристы, внезапно оказались на острове, скорее всего, у вас не возникнет ощущения, что вы находитесь в современном крупном областном центре. Покосившиеся домики, заросли бурьяна, пыльная грунтовая дорога, которая проходима исключительно в сухую погоду. Начнем с того, что у нас вообще отсутствуют дороги, да. Вот сейчас сухо, да, еще можно пройти. Ну, представьте, что творится здесь вот после дождя, да. Это лужи, это постоянно выходишь в город по колено в грязи. Пройти также через мост, да, вы, конечно, его снимете, там невозможно, там болото, он кривой. 80% стариков. Поэтому мост они вообще не могут проходить. Когда-то давно старожилы рассказывают, что прямо из окон домов было видно, как мама возвращается из города с продуктами. Набережная Кремля была видна из окон. Сейчас все поросло деревьями. Все эти дома, не только вот 14-й, 15-й хотели, надо переводить в аварийные, как бы под документом. И решать вопрос не только двух-трех домов, наверное, вопрос острова. Потому что вот они, внучата, помаши, тут мама может будет нас глядеть. В том плане, что носить продукты, магазины нет, конечно, сложно. Даже и мамам, которые вот с колясками и прочее, хоть и дорога есть, но дорогу вы, наверное, видели, что вся заросла. Там уже как бы тоже проблематично. Да и мост через Трубеж был единственной дорогой сюда. Сейчас заехать в микрорайон можно со стороны Солнечной. Проложено около километра дороги, на которую тоже давно никто не обращает внимания. Ее не окашивают, да и актуальна она исключительно для тех, у кого есть личный транспорт. Островитяне давно мечтают о том, чтобы сюда к повороту заезжала маршрутка, хотя бы утром и вечером. Вечерами дорога не освещена и передвигаться по ней не всегда безопасно. Попасть на остров можно двумя путями. По заросшей дороге от Солнечной, однако, не у каждого островитянина есть личный транспорт. Либо спустившись от Кремля и миновав понтонный мост. Через Трубеж, которая когда-то была судоходной, а нынче превратилась в заросшее болото. Понтонный мост вызывает вопросы не только своим внешним видом. Неоднократно местные жители калечились, спускаясь и поднимаясь по этим лестницам и покореженным понтоном. Тут можно было давно бы сделать, он бы копейки для города обошелся, какой-нибудь пешеходный мостик ажурный. Но лучше было лестницу им соорудить, склепать, эти понтоны перетаскать, ремонтировать. Когда один раз поставил этот мостик ажурный и все в ажуре. Претендуя на звание туристического центра, Рязань, между тем, не может похвастаться набережной в городе. Хотя оформить Трубеж и превратить ее из нынешнего болота в некую изюминку рядом с Кремлем, казалось бы, не так сложно. В свое время я проехал от Центрального России, города Центрального России, где есть реки, там взять Ярославль, допустим, набережная 10 километров, она в убранстве. Орел взять, да, все в мраморе, все речки, набережные в мраморе, где можно отдохнуть. У нас в Рязани набережную всего 500 метров, ее не могут сделать, здесь пройти нельзя. Я не знаю, как тут туристам посмотреть. Развивают туризм, а туристам посмотреть не на что. Только на болото, на грязь и на бездорожье, на Рязанске. Татьяна Акимовна живет в своем доме с рождения, с 1949 года. Частенько живописный старинный домик, окна с наличниками и чудесные цветники, созданные руками местных жителей, а также контрастный фон, прекрасный Рязанский Кремль, вдохновляли художников. С кистями, красками и мольбертами приходят на остров молодые и уже солидные живописцы. Но мало кто из них догадывается, что дом дышит на ладан. Например, подпорка у стены сооружена жильцами, чтобы дом просто не рухнул, как карточный. Вдохновляет и архитектура других домов. Скажем, вот этот номер 14. Он великолепен и не может не вызывать восхищения у тех, кто не лишен художественного вкуса и любит старину. Но дом еще в 88 году прошлого века признали ветхим, а расселить обещали к 1995. Но с тех пор прошло уже не одно десятилетие, а двухэтажка так и стоит, без удобств, с текущей крышей и дырявыми стенами. Напомню, 21 век, мы в самом центре города, который претендует на звание туристического центра, возле дома, который еще в 88 году был признан ветхим. Удобств здесь нет, до туалета 500 метров, а чтобы помыться, жители сооружают вот такие душевые, которыми пользоваться можно между тем только летом. Зимой приходится ходить в баню. Местные жители признают, жить на острове – большая удача. И вряд ли кто-то из них так мечтал бы покинуть этот чудесный уголок, будь здесь хоть мало-мальски пригодные для жития условия. Чтобы квартира тут была на этом месте! К настоящему моменту на острове проживают чуть больше 200 человек. Когда-то их было полтысячи. Те, кто имел возможность переехать, переехали. Остались в основном пожилые люди и те, чье финансовое положение не позволяет сменить жилье. Живем в никаких условиях, воды горячей нет, туалетов нет, ничего нет, кроме холодной воды. Дома все рушатся, крыши текут, крыльцо разваливается, фундамент никакой, нижние венцы все гнилые абсолютно. Как жить в таких условиях? Многодетные семьи здесь живут. Здесь живут ветераны войны, ветераны афгана. И никого это не волнует вообще. Местные жители небезосновательно считают, что о них попросту забыли. Дороги нет, магазина тоже нет. Продукты можно купить только в городе. За благоустройством улиц никто не следит, хотя остров и прикреплен к ЖЭУ-20, и люди исправно платят за обслуживание жилья. В ЖЭУ мы, кстати, не дозвонились. Много раз на памяти местных жителей менялись градоправители. Каждый обещал расселить или привести район в порядок. Сделать из острова туристическое место, но ВОЗ и ныне там. Ветхие дома с каждым годом все хуже. Трубишь все больше напоминает болото. А понтонный мост не просто выглядит непрезентабельно, но опасен для здоровья. Надежда островитян, между тем, жива. Они верят, что в сентябре, когда выберут нового губернатора, на них, наконец, обратят внимание. И судьба забытого острова решится. Полицейские пресекли в Рязани деятельность точки по продаже легких наркотиков. Вредоносную табакосодержащую смесь распространял гражданин ближнего зарубежья. Одна из самых острых проблем современности – это распространение и изготовление наркотиков. Ежегодно запрещенные психотропные вещества уносят сотни тысяч жизней. Как правило, наркозависимость начинается с так называемых легких наркотиков, например, с насвая. При постоянном употреблении этой запрещенной табачной смеси наступает сильная никотиновая зависимость. Также насвай может стать причиной возникновения раковой опухоли в организме. Изо дня в день сотрудники полиции выслеживают и ловят распространителей и изготовителей насвая. Детельные граждане нашего города обратились в полицию с заявлением, что в одном из домов в коммунистическом переулке распространяют данный вид наркотика. Рязанские полицейские провели проверку. В ходе осмотра жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли 8 упаковок с гранулами грязно-зеленого цвета и большое количество упаковочного материала. Как удалось выяснить, продавал вредное для здоровья вещество 42-летний мужчина, уроженец Республики Узбекистан. На наркоторговца составлен административный протокол и теперь ему предстоит выплатить штраф. Сотрудники полиции Рязанской области просят жителей города и области быть бдительнее и сообщать о подобных инцидентах. Лето пришло в наши края, правда, с опозданием на два месяца. Впереди два жарких выходных и жители города устремятся на отдых на природе. Как обезопасить себя и провести выходные без несчастных случаев, расскажет Роман Верецков. Последний месяц лета, в отличие от двух предыдущих, выдался по-настоящему жарким. В эти выходные метеослужба обещает до 30 градусов тепла. Одна часть горожан отправится отдыхать на пляже за городом, другая же наверняка останется на городских пляжах. Но для кого-то теплые выходные окажутся тяжелыми и трудовыми. В самые жаркие дни лета сотрудники ГУМЧС будут проводить усиленные рейды и профилактические мероприятия на центральных пляжах. У нас будет запланировано увеличение количества патрулирований. То есть у нас на выходные запланировано до 20 патрулирований по всей Рязанской области. В ходе патрулирования будут у нас раздаваться листовки отдыхающим, памятки. Объяснять будем, как себя вести на водоемах области. За этот год произошло 9 происшествий на воде. И, к сожалению, каждая из них закончилась трагически. Все эти случаи объединяет одна деталь. У погибших в крови были обнаружены следы алкоголя. Следует помнить про самые простые правила безопасности и поведения, чтобы оградить себя и своих близких от несчастных случаев. В первую очередь отдыхающим нужно предпринимать меры – это не купаться в необорудованных местах. Лучше, конечно, купаться на пляжах, которых у нас 46 по области сейчас насчитывается. Ну и, естественно, резко не забегать в воду после того, как прогреетесь на солнце и не употреблять, конечно, спиртные напитки. Всем отдыхающим будут раздавать памятки. В них содержится необходимая информация – от правил пользования лодок и катеров до оказания первой медицинской помощи. Кстати, у владельцев легкомоторных судов в эти выходные будут проверять документы и состояние плавательных средств. Сотрудники ГУ МЧС настоятельно рекомендуют, если вы или ваши близкие стали свидетелями несчастного случая во время отдыха на природе, немедленно сообщить об этом по номеру 01 или 101. Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Общественный транспорт становится все современнее. Для льготников процедура оплаты проезда стала гораздо проще. Об этом расскажет Валерий Седов. Проездных уже давно нет и в ходу сейчас транспортные карты. С их помощью можно расплатиться за проезд в общественном транспорте. С февраля в Рязани организована выдача карты «Льготная» нового образца с логотипом «Умка». Она отличается тем, что на ней размещена фотография льготника и вся необходимая информация. Благодаря этому пассажир может не предъявлять при оплате документы, подтверждающие право на льготный проезд. Получение транспортной карты «Льготная» жителям города Рязани необходимо обращаться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ. Адреса территориальных МФЦ вы можете увидеть на своих экранах. Первая выдача этой карты абсолютно бесплатная, но в случае ее утраты пошлину заплатить придется. За два месяца, июнь и июль, было совершено более 330 тысяч поездок на коммерческом транспорте по картам «Школьная», «Студенческая» и «Льготная». Из них около 320 тысяч было оплачено по карте «Льготная». При подаче заявления в МФЦ, письменного заявления, прилагает следующий комплект документов. Это паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию на территории Рязанской области, включая город Рязань. Следующий документ – это СНИЛС, документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки по оплате проезда. И для пенсионеров документ, подтверждающий факт установления пенсии. Это или справка, или пенсионное удостоверение. Выдача новых транспортных карт и их замена не ограничивается 2017 годом. Если по каким-то объективным причинам получить ее до конца этого года не получилось, то есть возможность сделать это в следующем году. В Рязани состоялось закрытие пятых Тарковских чтений. Финальным аккордом этих дней стало выступление губернаторского оркестра в областной филармонии. В ФАЕ представили фотовыставку работ художников, запечатлевших Андрея Тарковского и его окружение. Особенностью фестиваля этого года стало необычное открытие Тарковских чтений. Мы впервые использовали для открытия площадку перед домом Андрея Арсеньевича и звучали стихи Арсения Александровича Тарковского. Звучала замечательная музыка и классическая музыка. Каким будет фестиваль в следующем году, пока неизвестно. В этот раз Тарковские чтения посетили именитые гости. А помимо благодарности, высказали и пожелания на будущий год. Так, кинорежиссер Вадим Абдрашитов хотел бы увеличить продолжительность фестиваля. Вы знаете, как вы так замечательно встретили. Гостеприимно, вкусно, обильно, уютно. Ну что ж вы, два дня и все, до свидания, спасибо. Кульминацией завершения фестиваля стало выступление губернаторского симфонического оркестра. Зрители услышали известные композиции из кинофильмов Тарковского. В Рязани на Первомайском проспекте появился первый умный пешеходный переход. Он светится под ногами. Сигналы светофора на такой зебре дублируются прямо на асфальте. К необычным нововведениям рязанцам привыкать не приходится. В декабре прошлого года на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского начали работать светящиеся наземные светофоры. Подсветкой оборудованы только края пешеходных переходов. Полосы подсвечиваются зеленым и красным светом в зависимости от фазы традиционного светофора. Есть предположение, что их появлению мы обязаны заботе о людях, которые зависимы от своих телефонов. Их взгляд постоянно направлен вниз. И такую полосу, светящуюся красным, они точно не пропустят. Но с недавних пор в Рязани появился новый пешеходный переход. Размещение у него не случайное. Один из самых опасных нерегулируемых пешеходных переходов в Рязани. На Первомайском проспекте в рамках проведенного ремонта мы использовали и светящиеся элементы в полотне дороги, которые призваны повысить безопасность дорожного движения, дабы предупреждать водителей о том, что они приближаются к пешеходному переходу. Новейший пешеходный переход заработал совсем недавно. И делать выводы о его успешности пока рано. Если это должным образом покажет себя с точки зрения обеспечения безопасности, то мы подобный подход планируем применять и в дальнейшем. Владимир Луканцов заявил, что необычных нововведений в этом году не предвидится. Остается надеяться на то, что эти пешеходные переходы покажут себя в лучшем свете. В субботу рязанцы и гости города смогут посетить праздник «Яблоко». Пройдет он уже в третий раз на территории музея-усадьбы Академика Павлова. Как и обычно, кульминацией станет варка литературного варенья. Какова история этого праздника и что ждет его гостей в этом году, знает Ирина Ковалева. Впервые праздник «Яблоко» прошел на территории музея-усадьбы Академика Ивана Петровича Павлова в августе 2015 года. Тогда он стал ярким событием лета и, несомненно, приятным сюрпризом для горожан и гостей города. Идея создать этот праздник родилась у директора музея-усадьбы Натальи Загриной. Ведь именно в 2015 году исполнилось 70 лет с момента последнего посещения первым нобелевским лауреатом своей малой родины. А ведь он в холодном Санкт-Петербурге, он же очень тосковал по яблоневому саду. И он, конечно, прошел в сад и припал к яблоням, к живым яблоням своего сада. Он любовно гладил эти яблони. И потом, он же, это воспоминания детства. Здесь он работал с Петром Дмитриевичем, с отцом своим в саду, сажал эти яблони. И, как он всегда говорил, уже будучи академиком, что именно в этом саду он получил прививку от праздностеления. Кроме того, родиной многих рязанских садов является именно Павловский сад. Здесь отец Ивана Петровича выводил особые сорта яблок и груш, которые пользовались спросом у рязанцев. Так что праздник яблока, пожалуй, мог родиться только здесь. Почему оно называется не яблочный спас, а праздник яблока? Потому что хочется на этом празднике объединить всех с разным мировоззрением людей. Но все равно этот праздник начнет с освещения яблока. Но вообще, видите, такое существует поверье, что в этот день именно яблоки приобретают чудодейственную силу. И вот мы тоже хотим напитать рязанцев энергией, здоровьем. В этом году рязанцев и гостей города вновь ждут увлекательные конкурсы, мастер-классы, чудесный концерт и, конечно же, различные угощения, приготовленные из яблок Павловского сада. В их числе и литературное варенье, которое традиционно сварят здесь журналисты литературной газеты. Они когда-то были в гостях в музее, и как-то рассказывали, я рассказывала о деятельности музея. И рассказала им, раньше я варила варенье по особому рецепту, и всегда у меня было на готове варенье в музее. И всех гостей угощала, и рецепты раздавала. И был год литературы, и у них возникла такая идея. А что, если начать с литературного варенья? Начали вот с нашей усадьбы, и теперь по всем усадьбам варится вот это варенье. Это тоже очень здорово. Потом есть такой ритуал помешать варенье, которое варится, загадать желание. Оно обязательно сбудется. Вот как раз мы и проверим у тех, которые были на первом празднике, сбылось желание или нет. Также в этом году все посетители праздника смогут побывать на выставке художественных работ «Яблочный спас», которая уже начала свою работу в здании музея. Организаторы обещают еще много сюрпризов, но рассказывать о них они нам не разрешили. Действительно, лучше все увидеть собственными глазами. Напомним, праздник начнется в субботу, 19 августа в 14 часов на территории музея-усадьбы Академика Павлова. И на этом у меня все. Новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова